Сегодня у нас заседает Верхкомитет 100, который подготовил за последний год целый ряд крупнейших общественно-политических мероприятий. Мы отпраздновали столетие Великого Октября, на который прибыло к нам 132 делегации со всех континентов и стран мира. Вместе с китайцами выпустили блестящий альбом «Ветер октября», который достоверно излагает все события на основе документов, которые были 100 лет назад и привели к Великой Октябрьской революции. Я уверен, что эти материалы и выступления выступило у нас на том заседании почти 60 генсеков, все без исключения, и все руководители делегации. Хочу особо подчеркнуть, сегодня, когда страну обложили санкциями и угрожают военными распрями, все без исключения делегации поддержали Российскую Федерацию, независимые внешние политики, поддержали по Крыму и Севастополю, поддержали и по Донбассу. Более того, настаивали на том, чтобы коллективно выступить против американского глобализма и натовской экспансии, против того раскола, который на нашей территории несут ее недруги, недруги нашей страны. Мы подготовили 100-летие легендарной непобедимой Красной армии, где молодежь провела 35 тысяч уроков Знамя Победы во всех школах и учебных заведениях нашей огромной страны. И сейчас вот наступает целая серия мероприятий, посвященных 100-летию одной из самых героических, самых ярких команд, организаций, которые есть на свете – 100-летие Ленинского комсомола. У нас пройдет большая серия мероприятий, я хотел, чтобы вы их осветили, потому что великое поколение победителей уходит из жизни, на их смену приходят лидеры молодежного движения, те, кто прошел комсомол, кто строил выдающиеся объекты в стране, кто побеждал, прорывался в космос, осваивал целину. Они несут в себе тот дух патриотизма и созидания, без которого трудно выбираться из сегодняшнего кризиса. Мы проведем в Кремлевском дворце большое заседание, на него подали 10 тысяч заявок представителей всех стран. Туда приедут лидеры молодежного движения и те, которые сегодня возглавляют, и те, которые за последние годы представляли лучшие молодежные движения, будь то студенческое движение, строительные отряды или научно-познавательные программы. Пройдет очень яркое мероприятие на Красной площади и у могилы неизвестного солдата, где будет парад юно-армейцев и наших военно-спортивных организаций. Я хотел, чтобы вы побывали и в концертном зале Измайлова, куда соберутся комсомольские и молодежные активисты, представители пионерского движения. По всей стране, а мы к столетию Ленинск-Комсомола возродили это движение. Только в этом году на Красной площади приняли пионеры 5 тысяч человек. Дети и родители тянутся к воссозданию этой организации, которая, где каждый член берет на себя обязательства любить страну, честно трудиться, помогать тем, кому тяжело и плохо. На мой взгляд, ничего более благородного в становлении и формировании молодого человека не может быть. У нас пройдет на Ленинских горах большой вечер и встреча с комсомольцами, ветеранами разных поколений, лидерами пионерского движения. У памяти героям комсомольцев будет зарыта капсула обращения к будущим потомкам, к будущим комсомольцам. На мой взгляд, эта акция тоже заслуживает особого внимания и освещения. Кроме этого, во всех, без исключения регионов, пройдут вечера и встречи. Мы уже наградили нашими юбилейными орденами и сегодня часть наградим лидеров всевозможных организаций. У нас уже были организаторы женского движения. Мы отметили детей войны и поддержали детей маршалов победы. У нас в Думе был прием детей маршала победы, где были представители всех великих полководцев. Жукова, Рокоссовского, Конева, Баграмяна, Буденова. Я надеюсь, что эта акция получит свое развитие во всех, без исключения наших региональных организаций. Я надеюсь, что мы эти юбилейные мероприятия проведем достойно. По крайней мере, мое обращение к президенту было поддержано. Даны поручения всем, без исключения администрациям, оказать всяческое содействие нашей молодежи и партийным комитетам, патриотическим силам проведения столетия Ленинского комсомола, как самой яркой общественно-политической акции, которая состояла в течение прошедшего года. Впереди у нас 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, столетие создания Советского Союза. Наш оргкомитет работает очень дружно, организованно. Здесь представлены многие талантливые, очень влиятельные люди. Я надеюсь на ваше достойное освещение наших юбилейных мероприятий. И одно заявление короткое по Хакасии. В Хакасии сегодня состоялся Верховный суд, который, по сути дела, отверг притязание о снятии нашего Валентина Коновалова с выборной гонки. Состоялась избирательная комиссия. Те надуманные предлоги, которые вдруг заметила прокуратура после того, как выборы уже идут два месяца, оказались не только несостоятельными, но оказались крайне вредными. Они подрывают авторитет и выборной кампании, и авторитет государственной власти. Я должен отметить, что на встречу пошли и руководители администрации президента, и руководители центральной избирательной комиссии. Они официально высказали, в том числе и тот представитель президента Развожаев, который временно исполняет обязанности главы республики, где он официально заявил, что выступает за честные, открытые, достойные выборы. Но наши оппоненты, включая Зимина, представители «Справедливой России» и партии «Роста», снялись все с выборов. Они оказались не в состоянии представить конструктивную программу. Наша команда представила реальную программу вывода республики из кризиса, возможность создания народных базовых предприятий для подъема экономики, готова сформировать правительство народного доверия со всеми влиятельными политическими силами, те, кто в состоянии эффективно работать. Мы за то, чтобы немедленно приступить к активной подготовке республики к зиме, особенно детских, школьных, образовательных учреждений, жилых массивов. Для этого туда мы отправили 10 своих представителей, там побывали руководители народных предприятий. Официально заявляем, что мы продолжим выборную кампанию и в состоянии преодолеть кризис в этой республике. Тоже надеюсь на ваше объективное освещение. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова